Девушки отдыхают Накопительная система бонусов Туристическое агентство Макс Тур Максимум удовольствий за минимум средств Звони прямо сейчас 60620 Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Хочу в отпуск» В ней мы рассказываем независимо от сезона и погоды за окном о странах, которые стоит посетить каждому путешественнику Сегодня в нашем выпуске речь пойдет о самой южной провинции материковой Италии о Калабрии Это так называемый носок перенейского сапога Калабрия расположена в южной части итальянского полуострова Омывается ионическим и теренским морями Этот регион характеризуется чистотой моря и жарким климатом Лето здесь длится с начала апреля по октябрь Здесь вы увидите вершины Апеннин с типичными итальянскими деревнями с узкими улочками и растущими в них лимонными и апельсиновыми деревьями оливковыми рощами и золотыми пляжами Более того, регион богат своей историей Калабрия считается самым древним, самым старым регионом Италии Потому что в давние-давние времена Название Италия пошло именно из Калабрии В честь местного короля, которого звали Итало И постепенно распространилось на всю страну Поэтому можно сказать, что из-за Калабрии Сама Италия так и называется А Калабрия переводится как плодородная земля И согласно этому названию Здесь всегда ставили сельское хозяйство во главу угла Поэтому до недавних пор регион был относительно небогатым И все здесь было поставлено на сельское хозяйство Сейчас постепенно туризм развивается И строится инфраструктура И в Пену они отходят уже от полноценного зависимости от сельского хозяйства И начинают ставить на туризм Основа туризма Калабрии – кристально чистое море С длинным побережьем, богатым рыбой Здесь песчаные пляжи чередуются скалистыми берегами Поэт Габриэля Данунсо, увидев набережную Реджи де Калабрии Засаженную пальмами, магнолиями и экзотическими растениями Воскликнул – вот самый красивый километр Италии Побережье Теренского моря предлагает, скажем так, более шумное Более праздное времяпрепровождение Потому что здесь пляжи довольно широкие и большие И здесь всегда довольно большое количество людей А по вечерам все плавно переходит в открытую дискотеку Все веселятся Ну, все это скромно, без помпы, скажем так А на Ионическом побережье есть много маленьких бухт Где можно насладиться временем наедине с природой, с самим собой и так далее Калабрию называют европейскими карибами Потому что те, кто отдыхал в странах карибского бассейна И если они после приезжают в Калабрию, то они находят очень много похожего Потому что и море цветом похоже, и природа отчасти похожа Ну и в целом солнце, прекрасное настроение, прекрасное население Все очень похоже именно на карибское побережье Одним из интереснейших приключений в Калабрии может стать подводное плавание Захватывающий дух живописный подводный пейзаж дополняет более 50 затонувших кораблей Обследовать которые обязан всякий уважающий себя дайвер Здесь больше полусотни затонувших кораблей Некоторые из которых датируются IV веком до нашей эры Мне кажется, любителям истории, чего-то старинного Обязательно стоит туда погрузиться, чтобы посмотреть на корабли, которым 2500 лет Благодаря малоразвитой промышленности и отсутствию больших городов Калабрия считается природным раем Здесь распространен горный туризм Прежде всего в горах Аспрамонте и Сила А также в районе озер Арво и Амполина Калабрия является природным заповедником Вся провинция И поэтому здесь запрещено развивать промышленность И здесь практически совершенно нет никаких незаводов Ничего такого, что может загрязнить окружающую среду И так любимую местную провинцию Калабрия За счет этого Калабрия считается одним из самых экологически чистых уголков Европы Население Калабрии складывалось веками Здесь и древние итальянские племена, и греки, пришедшие на Апеннинский полуостров В 8 веке и римляне, завоевавшие эти земли в 3 веке до н.э. В начале 2-го тысячелетия уже н.э. сюда добрались норманы, принявшие католичество викинги, жители Северной Европы Все эти цивилизации оставили на плодородной земле Калабрии следы своей культуры Сегодня жители южных итальянских провинций особенно гостеприимны Население Калабрии радушно и приветливо Местные всегда готовы помочь иностранцу, заблудившемуся, например, на узких улочках старинного городка Местное население всегда доброжелательно, без наигранных улыбок Все искренне, итальянцы они вообще эмоциональный народ И они всегда готовы помочь Единственное, с языком здесь совсем беда Потому что даже английский мало кто знает То есть они говорят, по большей части, на итальянском, ну и на своем местном диалекте итальянском Поэтому с русским языком там, конечно, будет сложно Но итальянцы открытый народ Поэтому язык жестов, улыбка И главное всегда повторять грация, грация Благодарить за помощь Вам всегда помогут И будут, к примеру, если вы спрашиваете дорогу Вам все предельно ясно подскажут И будут стоять, смотреть, как вы уходите вдаль То есть до того, как вы скроетесь за горизонтом Вас будут провожать То есть настолько они доброжелательны и учтивы со своими гостями А многие хозяева заведений всегда запоминают людей Которые всего лишь второй раз к ним пришли Несмотря на то, что поток людей довольно большой То есть именно в этом заключается Вся настоящая дружелюбность местного населения На территории Каламбрии провинции по большей части аграрно Не имеется крупных мегаполисов с их бешеным ритмом жизни Время здесь течет размереннее, чем в промышленных северных областях Италии Под теплым ярким солнцем люди ближе к природе Поэтому, если вы не любители шумных наполненных туристических центров В Калабрию вам самая дорога Самый большой город здесь, который был до недавнего времени столицей Это Реджи де Калабрия И даже там меньше 200 тысяч человек населения А в столице региона, в городе Катанзара Вообще всего 10 тысяч населения И Калабрия этим привлекает Что здесь нет шума, гамма Здесь спокойный, размеренный отдых Без толп туристов, без кучи каких-то сувенирных лавок Без торговцев, которые к вам пристают Здесь все спокойно, люди просто живут и наслаждаются своей жизнью И заодно общаются с приезжающими туристами Кухня региона Калабрия сочетает в себе кухни всех правивших на ее территории цивилизаций Она по-гречески аппетитна, по-арабски астра, по-итальянски разнообразна, по-калабрийски вкусна Много веков Калабрия оставалась в бедной провинции, что отразилось на особенностях местной кулинарии В основе которой натуральные продукты, дары земли и моря Типичными блюдами или компонентами блюд являются сыр качокавалла, красный лук, жареная свинина, овечий сыр пармезан и пиньолата Стоит отведать знаменитый острый перец и лучшие южно-итальянские помидоры Овощи здесь необычайно вкусные И очень гордятся также своими помидорами, которые настолько твердые, что их запросто можно как яблоко Просто спокойно поломать руками и ничего с ними не будет Красный перец, с ним есть и сувениры, с его символикой Местные вешают его иногда в машину, украшают им связкой этих перцев дома, потому что считается, что это приносит удачу Цитрусовые растения – основная сельскохозяйственная культура Калабрии, но не апельсинами и лимонными славен регион Это единственное место в Европе, где выращивают цитроны Плоды цитрона сферической формы, с очень толстой шкуркой, которая желтеет при созревании фрукта, обладающего сладким и ни с чем не сравнимым ароматом Местные считают, что цитрон – панацея от всех болезней То есть им лечат абсолютно все, в качестве профилактического средства принимают и пользуются успехом цитрон и в фармакологии, и в парфюмерии Один из самых живописных городов Калабрии – самый престижный морской курорт – город Тропея, расположен на юге Теренского побережья, на величественной скале Оттуда открывается великолепный вид на море, пляжи и лагуны Города удалось сохранить свои черты с XVI века Здесь есть как исторические, так и архитектурные достопримечательности Неподалеку от Тропеи располагается Капа Ватикана, так называемое побережье богов Объявленный природным заповедником, Капа Ватикана за свою безупречно чистую экологию не раз удостаивался престижной наградой ЮНЕСКО – голубого флага Европы На побережье открывается удивительный вид на Эолейские острова, остров Вулкан, Стромболи и Сицилию Капа Ватикана является одним из самых красивых районов Калабрии, который привлекает множество туристов Славится он в первую очередь своими изумительными пляжами, которые считаются едва ли не лучшими как в Калабрии, так и во всей Италии Хоть пляжи здесь совсем небольшие Ну и во вторую очередь славится этот мыс тем, что на нем довольно высоко установлены смотровые площадки На юге Италии расположилась живописная область Базиликата между землями Калабрии и Апулии Практически половину территории занимают горные массивы, естественные ландшафты Луканий Второе название базиликаты Проведите в этих местах несколько дней и вы влюбитесь в эту природу Среди гор, покрытых лесами и рощами, размещены маленькие уютные городки Причем некоторые из них располагаются на высоте тысячи метров над уровнем моря Воздух в этих городках чистейший, природные красоты гармонично сочетаются с историческими памятниками Если вы окажетесь на юге Италии и не посетите один из самых оживленных и ярких городов страны Неаполь То вы буквально совершите преступление Ведь тот, кто хочет заглянуть в настоящую страстную итальянскую душу Должен проложить свой путь через Неаполь Неаполь в целом стоит посетить, просто сюда приехать Потому что он считается одним из четырех культурно-исторических городов всей Италии Наравне с Римом, с Миланом и так далее Во-первых, это родина пиццы, самая вкусная пицца в Неаполе В частности, сюда следует отправиться из-за вулкана Везуви Который является единственным в Европе довольно-таки активным Недалеко от Неаполя в регионе Компания располагается ныне музей под открытым небом – Помпеи Это древнеримский город, погребенный под слоем вулканического пепла В результате извержения Везувия в 79-м году Сегодня Помпеи внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО Здесь же проходили съемки историко-приключенческого одноименного фильма «Помпеи», вышедшего в 2014 году Кто выживет, получит свободу Люди стремились сюда со всех концов римского мира Для посещения открыт как сам вулкан, так и само собой Помпеи Здесь давно произведены раскопки, до сих пор проводятся Можно просто на секунду замереть и представить, как все это было Потому что в представленных композициях смонтировали, что люди в данный момент делали, когда их накрыло одеялом лавы Ну, кто-то сидел, кто-то что-то делал, и вот они в таком положении за стол Конечно, жутковато это, но все равно, мне кажется, любопытно Даже для тех, кто не очень любит историю, ну, если уж приехал на юг Италии, не посетить Визуи и Помпеи, мне кажется, было бы неоправданно Вот такой удивительный, загадочный и колоритный юг Италии Если вы хотите насладиться полноценным жарким отдыхом, красивой природой и узнать настоящий итальянский темперамент, то вам стоит посетить провинцию Калабрия Я вам напоминаю, дорогие телезрители, что мы всегда рады вашим рассказам о вашем путешествии Делитесь с нами своими впечатлениями Адрес нашей электронной почты mailsobakovectordefistv.ru Также вы можете оставить свои комментарии на нашем официальном сайте tranoiw.vectordefistv.ru Поделиться своими наблюдениями на наших страницах в социальных сетях С вами была Тинатина Монканова До скорых встреч на телеканале «Вектор» Хватит работать, пора отдыхать, лучшие пляжи мира ждут именно тебя В Макс Тур постоянно действует акция «Приведи друга и получи денежный сертификат на покупку тура» Действует накопительная система бонусов Туристическое агентство Макс Тур Максимум удовольствий за минимум средств Звони прямо сейчас 60620 Субтитры подогнал «Симон»